Свет Да, то есть есть другие Электромагнитные волны, и их намного Больше, которые Глазу невидимы Но некоторые из электромагнитных Волн видимы глазу И вот их мы называем светом То есть то, что мы видим Синий, красный, желтый, белый Вот все-все-все, что мы видим, все, что мы называем светом Это видимые электромагнитные волны Теперь поговорим о том Что такое электромагнитная волна И какие электромагнитные волны мы видим, а какие нет, чем они отличаются. Значит, представьте себе, что вообще электромагнитная волна — это подергивание. Электромагнитная волна, она является подергиванием. И она появляется, когда у вас есть какое-то поле. Оно трехмерное, огромное, находится везде. И у вас где-нибудь здесь находится электрон. Частица, у которой есть всякие заряды, магнит. Она магнитиком маленьким является. И тут вдруг случилось так, что эта частица начала дергаться. Ну, по каким-то там причинам. Неважно, вверх-вниз она начала дергаться. А здесь у вас стоят остальные другие электроны. Они просто до этого стояли. Стояли себе и стояли. Но теперь, когда эта частица начала дергаться, они же ощущают каким-то образом это дергание. И они тоже начинают дергаться. Эта частица начала как-то дергаться, а эта как-то дергаться, и эта начала как-то дергаться. И вот то, что передало это дергание, что прошлось по всему электромагнитному полю, вот такое, как волна, волнение, это и есть электромагнитная волна. Электромагнитная волна, она прошлась по электромагнитному полю и передала подергивание от одного удаленного электрона второму удаленному электрону. Значит, чем отличаются электромагнитные волны друг от друга? Как вы можете представить, например, себе опять электрон, он может дергаться медленно, там он здесь, передвинулся сюда, потом назад, потом сюда. И тогда волна, которую он создаст, будет такое очень медленное изменение. А электрон еще может дергаться и быстрее, так как-то очень быстро. Тогда волна, которую он создаст, будет более, она не будет более быстрой, да, но она будет более дерганой, так сказать. И вот эта вот дерганность, то чем волна отличается? Расстояние между двумя повторениями волны, называют длиной волны. Обозначается буквой лямбда. Так вот, длина волны, это как раз то, чем электромагнитные волны отличаются. Здесь длина, здесь длина волны меньше, а здесь длина волны больше, потому что, ну, так и такие волны. Это все, чем электромагнитные волны отличаются. И все электромагнитные волны, еще нужно знать, движутся, то есть, как бы электроны переговариваются с помощью этих электромагнитных волн, и все электромагнитные волны движутся со скоростью света. Это 3 умножить на 10 восьмой метров в секунду. Скорость света. Скорость света, она не только для света, она еще для всех электромагнитных волн. Так вот, что такого особенного в свете, и чем он отличается от всех электромагнитных волн? Видимый свет, то, что мы видим, имеет определенную длину, имеет такой спектр длин волн. Длина волны видимого света находится вокруг, ну, в районе 500 нанометров. Нано, это вы посмотрите, что эта приставка значит, значит, очень-очень маленький. Это, по-моему, 500 умножить на 10 в минус девятый метров. Короче, маленький свет. Но есть маленькая длина волны, движется она с точно такой же скоростью, скоростью света. И просто такая длина волны. Есть волны, которые больше, у которых длина волны больше. Такие волны мы называем, например, инфракрасными или радиоволнами, еще длиннее волны. Самые длинные радиоволны. Есть те, у которых еще меньше длина волны. Такие волны, там, рентгеновские, ультрафиолетовые или гамма-излучение. Да, это не ровно 500 нанометров. Там видимый свет зависит обычно, по-моему, от 400 до 600. Но главное, что это определенная разница. Что это длинный волн от скольки-то, допустим, 400 нанометров до длинный волн 600 нанометров. Ну, плюс-минус там. Или 300. Неважно. Главное, что это определенный, так сказать, рейндж волн. И те волны, которые меньше этих видимых волн, мы не видим. Не видим здесь. И не видим здесь. И те, которые больше. Ну, вот, собственно, что такое электромагнитные волны. То есть, электромагнитные волны – это подергивание электромагнитного поля. И они все движутся со скоростью света. И единственное, чем они отличаются друг от друга – это длиной волны. Еще иногда говорят про частоту. Но частота для электромагнитных волн связана напрямую с длиной волны. Обратно связана всегда с длиной волны. Поэтому можно думать, что они отличаются только длиной волны. И свет, видимый свет – это электромагнитные волны определенной длины волны. Еще можно думать, что свет – это такой способ вообще просто, которым электроны переговариваются. Да, вот электроны, они здесь дергались как-то по-особенному. И потом здесь электроны тоже дергаются как-то по-особенному. И вдруг эти электроны решили по-другому начать дергаться. И тогда, чтобы этим электронам узнать про это, они посылают туда фотоны. Да, фотоны – это частицы электромагнитных как бы волн. И фотоны рассказывают электронам, как им надо начинать дергаться. Но тогда тоже, представляете, что на каждом фотоне написана его длина волны. То есть у него есть какое-то качество. И тогда некоторые фотоны мы будем видеть, а некоторые фотоны не будем.